В настоящее время в 14 населенных пунктах 4 муниципальных образований потоплено 24 дома частного сектора и 283 приусадебных участка. Повреждены 28 мостов, нарушено дорожное сообщение с 18 населенными пунктами. Ситуация стабилизируется. В течение суток наибольший спад уровня воды наблюдался в Дальнереченском муниципальном районе, где от воды освободилось 65 домов и 419 придомовых территорий. В Чугуевском муниципальном округе восстановлено дорожное сообщение с 10 населенными пунктами для автотранспорта повышенной проходимости. Организована работа 18 оценочных комиссий. На данный момент от граждан поступало 636 заявлений. Члены оценочных групп осуществляют подворовые обходы подтопленных объектов, осматривают дома и приусадебные участки, в жизнедеятельность которых вмешался тайфун. Также специалисты комиссии помогают пострадавшим оформить документы на получение материальной помощи. В течение суток транспортное сообщение восстановлено с тремя населенными пунктами в Лазовском муниципальном округе. В пострадавшие населенные пункты Лазовского муниципального округа осуществлена доставка 10 бензиновых электростанций, 20 дизельных тепловых пушек, 100 тепловентиляторов и также 200 керосиновых ламп. Люди из пункта временного размещения вернулись в свои дома. К реагированию по ликвидации последствий ЧС привлечена группировка сил в составе 738 человек и 295 единиц техники. Спасатели помогают дорожным службам восстанавливать дорожную инфраструктуру. Кроме того, сотрудниками Амурского спасательного центра МЧС России проводились работы по восстановлению элементов церкви в селе Кокшаровка. Круглосуточно специалисты Центра управления в кризисных ситуациях проводят мониторинг складывающейся обстановки. на территории Приморья. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю действует оперативный штаб. Проводится межведомственное взаимодействие с оперативными службами.